Привет, с вами Сергей Кулеш, Hotline Video и третье по счету устройство для чтения электронных книг от американской компании Барнсон-Нобл, NUK, The Simple Touch Reader. Устройство поставляется в тонкой компактной коробке, оформленной в привычном для компании Барнсон-Нобл стиле. В ее нижней части находится миниатюрный блок питания со съемным USB кабелем, а верхний, отделанный мягким упаковочным материалом, собственно ридер и краткое руководство по эксплуатации. Весит новый NUK всего 210 грамм, это один из лучших результатов в классе 6-дюймовых устройств. Его фронтальная панель со скругленными углами выполнена из софт-тач пластика серого цвета, по периметру она делана тонкой полоской полированного пластика. В боковые части панели интегрированы две пары клавиш для листания, а под экраном расположена аппаратная кнопка «Домой». Боковины непривычно пусты, здесь можно обнаружить лишь пазы для обложки, стандартный порт microUSB с миниатюрным индикатором и спрятанный под заглушкой слот для карт памяти microSD. Самое интересное с точки зрения дизайна часть корпуса – объемная задняя панель. Она выполнена из ухватистого прорезиненного пластика серого цвета с темно-синим отливом и располагает характерными выступами, которые позволяют более надежно удерживать ридер в руках. Здесь же расположена и кнопка включения устройства. В итоге дизайн NUC в первую очередь понравится тем, кого не устраивает вариант с ненужной аппаратной клавиатурой а-ля Amazon Kino 3. К слову, последний выглядит намного более крупным, даже несмотря на то, что он немного уже и заметно тоньше. А вот разница в весе в 15 грамм практически неощутима. Невидимая глазу сетка инфракрасных лучей позволила реализовать действительно удобный сенсорный интерфейс, не ухудшающий качество отображения информации. Для начала работы следует нажать кнопку Home или клавишу включения, после чего провести пальцем по полоске в нижней части экрана, окончательно разблокировав устройство. Усыпить ридер можно по тайм-ауту от двух минут до часа или нажав на кнопку включения. Кстати, длительное удержание последней вызывает диалог полного отключения устройства. Главное окно разбито на три панели. В первой отображается обложка и прогресс чтения в страницах для книги, которые вы читаете в данный момент. Вторая показывает список из трех последних открытых книг и позволяет перейти в библиотеку. И, наконец, третья отображает рекомендации к прочтению новых книг, основанные на истории ваших предыдущих покупок и позволяет быстро перейти к электронному магазину Barnes & Noble. Функциональность которого более чем достаточна для вдумчивого выбора и покупки англоязычных книг. В верхней части экрана находится строка статуса, по умолчанию доступная в любом вторичном окне интерфейса, кроме режима чтения. В строке расположены часы, пиктограмма заряда батареи и индикатор активности беспроводной сети, а также кнопка быстрого перехода в режим чтения текущей книги. Прикосновение к ней вызывает всплывающее окно, в котором можно отключить модуль Wi-Fi. Панель основных настройок открывается по нажатию на кнопку Home. Первая клавиша отправляет вас к основному экрану. Следующая – библиотеку, магазин, режим поиска и настроек. Последний содержит 8 закладок с информацией об устройстве, настройках беспроводной сети, тайм-ауте блокировки и выборе скринсейвера, настройках системного времени, назначение клавиш листания, а также настройках магазина, социальных возможностей и поиска. В разделе библиотека вы можете увидеть все содержимое устройства, или же только книги, только журналы, книжные полки, самостоятельно загруженные файлы и даже неподдерживаемый устройством контент. Файлы можно отсортировать по автору, названию, дате последнего открытия и отобразить в виде списка или обложек с названиями. Сделав двойной щелчок по обложке, вы откроете окно с дополнительной информацией о книге. В данном разделе также можно обновить библиотеку и отыскать нужную книгу с английским названием. Кириллической клавиатуры пока нет. Сразу после открытия книги вы видите текст, номера текущие и последние страницы снизу, а также название книги сверху. После первого же перелистывания название книги пропадает, не отвлекая от чтения. Каждое шестое перелистывание обновляет экран полностью, убирая темной заливкой артефакты предыдущих страниц. Листать страницы вперед и назад можно как аппаратными кнопками, так и прикосновением к соответствующей стороне сенсорного экрана. Прикоснувшись к средней части экрана, вы вызываете статусную строку с названием, пиктограмму батареи, часы и панель закладок. В нижней части открывается всплывающая панель настройка отображения текста. Первая кнопка выводит список глав, заметок и закладок. Вторая позволяет отыскать нужное слово. Третья – перейти к нужной странице, перетащив ползунок вручную или выбрав конкретный номер на цифровой панели. И, наконец, последняя отображает дополнительную информацию о книге. Самая важная для режима чтения кнопка – предпоследняя. Она позволяет выбрать один из семи размеров шрифта, один из шести типов шрифта, одну из трех настроек межстрочного расстояния и одну из трех настроек размера полей. В итоге количество разнообразных способов отображения текста просто зашкаливает. Подобрать вариант под свои предпочтения сможет практически любой читатель. При той же рекомендованной стоимости в 139 долларов и том же качественном экране YING PEARL, что и у лидера класса Amazon Kindle 3, новый NUC выгодно отличается наличием картридера microSD и сенсорной технологией. Впрочем, приступив к изучению характеристик устройства, вы поймете, что термин SIMPLE в его названии также присутствует неспроста. Предоставив возможность самостоятельно увеличить место для книг с помощью карты microSD, производитель драматически урезал объем внутренней памяти. Из двух гигабайт установленных в устройстве, гигабайт занимает системные файлы, еще 750 мегабайт зарезервировано под покупки электронных книг в магазине Barnes & Noble, оставив в итоге под личные нужды всего 236 мегабайт. Также, в отличие от большинства конкурентов, он не умеет воспроизводить аудиофайлы и поддерживает только E-pad и PDF форматы. С другой стороны, те, кто не боятся экспериментировать, смогут существенно расширить функциональность устройства, ведь под фирменной оболочкой NUC скрывается столь любимые энтузиастами Android 2.1. Даже без процедуры рута и установки дополнительных приложений он располагает довольно функциональным браузером и встроенным словарем. Эксплуатация нового NUC не выявила особых недостатков, кроме излишне тугих кнопок перелистывания. Устройство легкое и компактное, удобно лежит в руке, а сенсорный интерфейс выздавляет от необходимости изучения расположения набора аппаратных кнопок. С отключенным беспроводным модулем производитель обещает до двух месяцев работы, что также весьма неплохо. Barson Noble NUC The Simple Touch Reader Доступное 6-дюймовое устройство для чтения электронных книг, основанное на экране последнего поколения Yink Pearl и работающего под управлением Android 2.1. Удачная модель, которая является отличной альтернативой бестселлеру Amazon Kindle 3 за счет наличия сенсорного экрана, открытой для экспериментов программной платформы и отсутствует далеко не всем нужной аппаратной клавиатуры. Субтитры создавал DimaTorzok